Во Дворце независимости сегодня также обсуждали перспективы рынка телекоммуникационных услуг в Беларуси. Накануне Нового года был принят декрет о развитии цифровой экономики. Документ создал максимально благоприятные условия для IT-сферы, привлечения в страну серьезных игроков на рынке цифровых разработок, бонусы молодым специалистам, разработчикам, а также развитие новых технологий блокчейн. Один из факторов, влияющих на скорость и масштаб информатизации – развитость инфраструктуры передачи данных. На высшем уровне рассмотрели вопросы инвест-сотрудничества с мировыми лидерами мобильного рынка и перспективы всей телекоммуникационной сферы. Поступает много разных предложений. Например, государство рассматривает возможность продажи акций в компании «Бест». Сегодня же говорили о мерах, которые бы стимулировали операторов максимально быстро внедрять передовые технологии, конкуренции на рынке и информационной безопасности. Одним из базовых элементов, влияющих на скорость, масштаб информатизации, является состояние и развитость инфраструктуры передачи данных. Если по уровню проникновения широкополосного проводного интернета Беларусь занимает 21 место в мире, то мобильный сегмент телекоммуникационного рынка у нас пока отстает. И поэтому сегодня нам предстоит этим заниматься. Один из вопросов, который я хотел бы с вами сегодня изучить, рассмотреть для принятия решения, вопрос решения инвестиционного сотрудничества с мировыми лидерами в этой сфере. Я не хочу тут называть компанию, рекламу делать. Речь идет о том, чтобы создать большую конкуренцию в сервисе телекоммуникации, хотя она у нас уже есть. У нас не одна компания работает, а целых две крупных. И третья, которая просит нас поддержки. Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства. Компании «Бест» есть общая принятая практика. Все должно идти по закону. Мы хотим продать, кто-то хочет купить. Пожалуйста, торгуемся, выставляем на конкурс, на тендер. Кто больше заплатит, тому и продадим. Это общая практика. Ну, может быть, есть инвестор, который нас может удивить и предложить супервыгодные условия. Это тоже принимается. После обсуждения президент поручил детально проработать все варианты, пока предложения в сфере телекоммуникации отправлены на доработку. Отмечу, стремительное развитие рынка. Коммуникации и связи не просто коснулось Беларуси, но и определило вектор развития страны на десятилетия. Количество абонентов операторов сотовой связи сегодня превышает население страны. Это почти 11,5 миллионов. Значительного изменения этой цифры специалисты не предвидят. Рынок в целом сформировался. Сотовая электросвязь охватила более 98% территории. Несколько мобильных операторов активно развивают услуги на базе сети четвертого поколения. Доступ 4G есть в Минске, во всех областных и районных центрах. До конца года эта технология придет в каждый город с населением от 50 тысяч. В это же время начнутся и тестовые испытания 5G. Субтитры создавал DimaTorzok